Привет! Это рубрика LiveCode. И сегодня мы разберем GoWang сервисы. Начнем мы с API сервиса. Он находится у нас в системе заметок, который мы разрабатываем на канале. И он является gateway, IP gateway к бэкэнду функционала заметок. То есть все запросы приходят в него, а он уже распределяет. Вызывает тот или иной микросервис, получает ответы, возвращает пользователю. Структура проекта стандартная. Стандартная, хотя структура проекта в GoWang не определена и в принципе допустима любая, но есть некий best practice, который подразумевает под собой примерно такую структуру, когда у нас есть папочка cmd и в папочке cmd у нас точка входа приложения. И здесь создается папка и файл на каждое приложение. В рамках одного проекта может быть несколько приложений на GoWang. Папочка internal для кода, который принадлежит конкретному приложению. Именно этому приложению. То есть здесь код, который нельзя распространить между своими проектами. Нельзя переиспользовать. Можно, если проект примерно такой же и о том же, если бизнес логика совпадает, но это странно. Это странно. Дальше package. Package это как раз папочка для кода, который можно переиспользовать. То есть мы берем папку cache, копируем, вставляем в package другого проекта и используем все классы и структуры отсюда. Без изменений. Там общие интерфейсы, общие структуры без завязки на бизнес логику. И в принципе на этом по структуре все. По основной структуре GoWang приложения. Здесь также readme, config, swagger у меня в данном случае, GoMod. Куда же без него. Максимально удобная история. И начнем мы с точки входа. Да, когда мы начинаем разрабатывать GoWang приложение. Начинаем с точки входа. Здесь инициализация всех компонентов, инициализация всех сервисов приложений. Здесь инициализация логера. Потом инициализация конфига. Причем видите здесь я вызываю метод getLogger. И это возвращает меня логер. И здесь есть функция init, которая вызывается до этого. И мы видим, ну мы ее вручную вызываем. Если же мы ее переименуем с маленькой буквы init. Видите, она вызывается. Но при этом IDE ее подсвечивает как будто ее кто-то вызывает. Все правильно. На самом деле это будет по сути, по сути здесь написано следующее. Даже может быть не defer, а некая отложенный вызов. То есть эта функция будет вызвана GoWang, когда вы не знаете, в какой-то рандомный момент времени, но будет вызвана. И этот код будет исполнен. Не факт, что он будет исполнен до того, как вы вызовете getLogger. И здесь вы получите ну ошибку, потому что E не будет создано. E не будет создано. Теперь поближе к логеру. Что собой представляет логер? Значит я использую Logros. И это небольшая обертка над Logros. Здесь есть Hook. Здесь есть метод файл у хука. Это нужно для того, чтобы можно было писать с разным уровнем логирования в разные файлы, например. Или в разные места. Условно в файл debug.log мы пишем весь лог уровня debug, а в файл info.log Весь все лог события с уровнем инфо и так далее. Это было в какой-то момент оказалось очень удобным, и я решил это реализовать GoWang. Я реализовал, но в итоге я все пишу в один файл. Да, то есть в 1.0.log. У GoWang подсвечивает удобно. В итоге все пишу в один файл, потому что потом это улетает в эластик, или в какой-нибудь grey log, и неудобно, когда много файлов. Да, то есть настраиваешь агента, который это все отправляет, и неудобно, когда много файлов. Поэтому в итоге это все свелось к одному файлу, и в принципе эти хуки стали бесполезными. Но остались как возможность разделения уровней логирования по разным файлам. Далее есть логгер структура, которая в этом пакете, и она является по своей сути той структурой, которую я везде получаю, везде использую, везде прокидываю. Да, logging.logger. Она в себе содержит ссылку на entry. Entry это по сути такой же логгер, который можно использовать. И в Unity, причем не используется, потому что я его выключил. Да, и в Unity мы создаем новый логгер, мы его настраиваем в формате, мы оставляем цвета, мы делаем полный timestamp, мы создаем папку logs с правами 0.755. Кстати, наверное, большеватые права. Большеватые права на эту папочку можно было бы ограничиться чуть пониже 0.644. Да, права это rvx, read, write, execute, униксовые. То есть первая цифра это пользователь, вторая это группа, третья это весь мир. 0 это флаг о том, что это файл. О, папка. Или это sticky bit. Вот это тут я не помню. Загуглите по Unix эту историю, станет понятно. И в данном случае 7 означает все, кто угодно. 5 это пользователь и группа. Да, 5, по-моему, это пользователи... А, это 6 пользователей группы. Опять это пользователь... Не помню. Сейчас не буду вспоминать, не буду брать. Да, и дальше мы проверяем, что у нас папочка создалась. Открываем файл all.log. Отправим его с правами create-wrонли, write-only, да, write-only и append. Да, тут через или, я так понимаю, что можно было и создать этот файл, и записать туда, и добавлять в конец. Вот и права на файл 0.660. Значит, 0 это не значит, что это папка. Значит, это sticky bit. Скорее всего. Sticky bit. Да. И 6.660, то есть к нему имеем доступ пользователей. Ему весь мир не имеет доступа. Только пользователи группа. Только пользователи группа. Дальше по дефолту никуда не отправляем. И хук на, вот у меня в данном случае, all file и stdout. То есть здесь я могу добавлять хуки. Добавлять хуки, выбирать райтера, выбирать и выбирать level для этого райтера. То есть мы можем создать еще один файл. через теоретически, какой-нибудь error file, error.log и добавить его к хукон в логер. Error file, stdout и сюда написать error level. Нет, не так. А, да, 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 да. Нам нужен же массив. Нам нужен же массив. Поэтому... Поэтому вот так вот. Да. Да. И вот в данном случае все фаталы и все эроры попадут в error file. И создаст error log. Ну и они выступают еще и в stdout. Хотя, кстати, в stdout нам не надо, потому что в stdout мы и так все получаем. Вот. Ну и так можно по каждому файлу создать. И это достаточно удобно. Устанавливаем логгер, уровень логгирования и получаем entry. Создаем новый entry. Также здесь есть вспоминательный метод getLoggerWithField. Это позволяет создать логгер с дополнительным филдом. Например, это, опять же, понадобится, когда будет Zipkin TraceID и мы хотим видеть логгер с TraceID, поскольку у нас есть он. И мы... Когда у нас появится TraceID, допустим, мы где-нибудь здесь получаем TraceID, мы говорим логгер, мы говорим logging, getLogger и getLoggerWithField. Ну или можно у существующего логгера сделать getLoggerWithField. И сюда уже мы поместим StringInterface, да, напишем TraceID и здесь какой-то TraceID, да. Все. Теперь у нас есть логгер, который вместе со всей информацией, которая под дефолтное, да, там время, метод и так далее, будет выводить еще и поле TraceID. И это достаточно удобно, да. Поэтому и это тот кейс, при котором делать логгер синглтоном не очень хорошо. Не очень хорошо. Потому что тогда бы мы не смогли создать еще один экземпляр логгера с каким-то измененным филдом, если бы он был синглтоном. Вообще, почему синглтон стал антипаттерном? Потому что в случае, если у вас возникает необходимость создать еще один инстанс данного класса, вы этого просто не можете физически сделать. Да, у вас уже код написан так, что это синглтон, и вы чуть физически не можете создать еще один инстанс. Например, в Java бины это не синглтоны, да, то есть они создаются единожды, там есть Spring Framework в Java, и он создает класс, если класс объявить как бин, то он его создаст один раз. Можно выбрать scope, создание класса, но это dependency injection по своей сути, да, внедрение зависимостей. Он создаст класс, scope, допустим, синглтон, он его создаст один раз и будет всегда отдавать один и тот же инстанс. Но он же не запрещает еще один инстанс создать, если вдруг понадобилось. Вы меняете scope, например, request, и он вам отдает новый инстанс на каждый запрос. А если бы он делал класс с синглтоном, или мы бы делали класс с синглтоном, мы уже не смогли бы реализовать этот функционал, нам пришлось бы переписывать класс. И не всегда это прикольно, не всегда это возможно даже, не то, что даже прикольно или весело, не всегда это возможно. Далее здесь у нас config, config у меня синглтон. Сомневаюсь, что config должен, не вижу пока что кейса, при котором config не синглтон. Поэтому синглтон. Здесь я использую библиотеку cleanenv, которая мне позволяет вот в таком виде описать структуру конфига с вот такими yaml-обозначениями, с nf required, nf default. И она парсит вот такую структуру, такой yaml файл, и превращает его в объект. И здесь у меня синглтон, синглтон через механизм once do, once do, то есть этот код выполнится однажды при вызове getconfig, и все остальные разы будет просто вернуть instance. Да, еще эта библиотека умеет генерить description. Если вдруг в конфиге какая-то опция не соответствует тому, чего я ожидаю, чего ожидает приложение, она заботливо выведет description и скажет, а где конкретно ты ошибся в конфиге. Достаточно удобно. В конфиге у меня здесь все несложно. IsDebug, секрет для JSON вебтокена, Listen, то есть приложение может работать как на IP-шнике, так и на порту, как на IP-шнике с портом, так и на сокете. И данные по сервисам. Поскольку данный сервис, API-сервис является гейтвеем к множеству микросервисов, ему надо знать, где они находятся. И если в данном случае эта информация жестко прибита гвоздями, то впоследствии мы будем использовать консул. И консул, я коротко сейчас скажу, будет отдельное видео, посвященное сервис-дискаверингу и консулу. Если коротко, то вот этот уровень будет внутри консула. И есть специальная утилита консул-темплейт, которая сгенерит конфиг приложения. Вот эта история может быть захардкоженной, может быть тоже в консуле. И у консула есть кей-вэлю-хранилище, то есть надо наполнить эту информацию в консуле, откуда-то, при деплое приложения, через GitHub Actions это можно сделать, или там, ну, CICD это может делать, или какой-то инструмент деплоя. Он деплоит консул, наполняет консул данными, а дальше на всех серверах, где лежат приложения, деплоит утилиту консул-темплейт, которая видит конфиг и лезет в консул за всеми переменами, которые ей нужны. Подробно об этом будем говорить в видео про сервис-дискаверинг. Там достаточно все просто, но очень клево. Очень клево. И следующее, после конфига мы создаем основную главную штуку для любого API-сервиса, для любого сервиса вообще, которому есть API, это роутер. Это роутер. И здесь я использую роутер от Джулиана Шмидта. Вот он, репозиторий. И мне он нравится. Я не замерял циферки, бенчмарки, да, есть горилла, по-моему, роутер еще. Есть дефолтный роутер, не замерял. Как-то раз я на него наткнулся, где-то я о нем увидел, услышал, прочитал, по-моему, он на хабре. Мне он понравился, он удобный. Он, в принципе, такой же, как и все остальные. Я просто все остальные не чупал. Но, в общем, я использую его. Пока что он не подвел, да, пока что не было такой ситуации, что, ах, вот это косяк, да, ну, все, 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 давай удаляем, меняем. Пока что такого не было. Также я здесь использую фрикэш. Фрикэш это реализация кэша в Голэнге. Да, у меня отдельная пэкачная фрикэш, но давайте тогда по нему и пойдем. По нему и пройдемся немножко. Я создаю фрикэш репа. Точнее, я создаю кэш репа. Кэш репозиторий. Кэш репозиторий это интерфейс работы с кэшом. Он не зависит от конкретной реализации кэша, да, то есть это может быть фрикэш, может быть биг кэш, это может быть, в принципе, что угодно. Любая реализация. Главное, надо реализовать вот эти все методы. Нужен итератор, методы getSet, getSetDel, entryCount, hitCount, missCount. Ну, итератор, понятно, это итератор для всего кэша. get получить значение из кэша, set добавить значение в кэш с expireIn, expireIn, то есть через указанное количество секунд значение из кэша удалится. Это удобно, чтобы его не чистить как-то руками и так далее. Удаление из кэша, entryCount, понятно, общий набор, общее количество значений в кэше, hitCount, это сколько раз обратились в кэш и получили данные, то есть нашли, что искали по ключу, и missCount, это сколько раз обратились в кэш и не нашли по ключу данные. И это очень важные метрики. Это очень важные метрики в принципе для любого кэша, потому что именно они показывают а, полезность кэша и б, производительность кэша. То есть если у вас огромное количество hitCount, вы прям очень хорошо используете кэш. На самом деле, если у вас огромное количество hitCount и огромное количество missCount, это значит, что ваш кэш используется очень часто и очень много. И если у вас много missCount, это значит, что у вас кэш используется часто, но неправильно. Да? Поскольку очень много данных, которые обращаются, они отсутствуют в кэше. То есть его либо надо прогреть, и ошибка в этом, либо там хранится вся база, по сути. Да? То есть вообще за всеми данными обращаются в кэш, а в кэше ничего нет. А в кэше ничего нет. Далее. Это вот тот самый структур репозитория, да? Она содержит в себе... Здесь уже репозиторий с конкретным фри кэшом, с конкретным кэшом реализации фри кэш. Также mutex для многопоточной работы, да? Когда много грутин, все эти грутины лезут в кэш, и чтобы конфликтов не было, да, при том же подсчете вызове entry-count, мы лодчим mutex, через defer-1 лодчим, возвращаем, вызываем метод entry-count у кэш-репозитория, и потом отпускаем. Ну, и когда вернем entry-count, мы отпустим mutex. так же с hit-count, с miss-count, и так далее, да, и вообще с абсолютно всеми методами, которые мы используем с кэшом, да, все через mutex. Итератор возвращает итератор, ну, в принципе, с интерфейсом все. Реализация здесь, да, реализация фрикэша. Это, кстати, да, это реализация фрикэша уже, итоговое. Это интерфейс, а это итератор. Да, итератор простой, структура entry-key-value, и метод next, да, его надо реализовать, который возвращает следующие записи с кэшом. Так, а здесь итератор, встроен, насколько я помню. Да. Rcash new итератор. Ну, у фрикэша есть уже метод new итератор, который возвращает нам, по сути, тот самый итератор. Ну, итератор, который соответствует нашему интерфейсу. У него есть метод next, ну, есть какая-то структура своя. То есть весь кэш, да, package кэш, он лежит в пэккедже, то есть это переиспользуемая история, она никак не связана с бизнес-логикой, и под этот интерфейс, самое важное, можно использовать любую реализацию любого кэша. FreeCash, BigCash, да хоть просто мап. Главное реализовать все нужные методы. Едем дальше. JSON WebToken. Поскольку данный сервис используется в качестве API сервиса, API Gateway, для доступа к бэкэнду, для доступа к другим микросервисам, нам нужно авторизация. Это первый момент, чтобы не любой пользователь мог обратиться к API, а только авторизовав. Это первая история. Вторая история, поскольку у нас в системе заметок все крутится вокруг юзера, вокруг пользователя, нам нужно знать, что за пользователь перед нами. И опять же помогает авторизация. Поскольку если пользователь авторизован, он обращается, мы знаем, кто обращается. Мы знаем пользователя, мы знаем его идентификатор, и эту информацию мы можем отдавать другим сервисам. Теперь по реализации JSON WebToken. Она находится также в пэкадже, пэкадже JVT, и состоит из двух компонентов. это Helper и Middleware. Helper это такой общий класс, который содержит в себе вспомогательные структуры, методы, которые можно использовать. И давайте разберем их. Значит, User Claims. User Claims это объект, который использует, кодируется в JVT. Не кодируется, не шифруется, хэшируется, хэшируется в JVT. То есть, мы создаем, когда мы генерим токен доступа, да, у нас есть структура Helper, она состоит там из логера и кэша, кэша для рефреш-токенов, мы сейчас об этом поговорим. Значит, структура Helper состоит из логера и кэша и имеет интерфейс с двумя методами. Создание Axis токена и обновление рефреш-токена. И метод создания Axis токена он примерно следующий. Мы получаем секрет из конфига, мы создаем объект Signer. Да, у меня есть подробное видео, которое рассказывает про теорию JSON-web-токен на канале. Это в рамках создания категории заметок к созданию категории сервиса. Не категории сервиса, API сервиса. И там я рассказываю, что такое JSON-web-токен, что такое Signer, из чего он состоит и так далее, и так далее. Ссылку найдете в описании. Также она у вас должна где-то всплыть справа сейчас. Я надеюсь, я не забыл это сделать. Посмотрите, чтобы понимать по теории историю. Дальше создаем Builder и создаем объект Claims. Он состоит из Registered Claims и моего дополнительного поля Email. Здесь ID-шник Claims и я использую ID-шник пользователя. Но чтобы не генерить еще какой-то ID-шник Claims. Зачем? У меня уже есть ID-шник пользователя. Почему бы его здесь тоже не использовать? Дальше пишу, кому этот пользователь, какой аудитории принадлежит данный токен доступа. Это токен доступа для пользователей. То есть если будут админы, то здесь можно будет написать Admins и от этого плясать уже бизнес-логику и от этого плясать распределение прав между методами. Какой-то метод доступен аудитории пользователей, какой-то метод доступен только аудитории Admins и недоступен аудитории пользователей. И expires add это когда json токен протухнет. Когда он перестанет иметь силу. В данном случае это 60 минут. Почему 60 минут они что-то меньше, потому что тогда придется, тогда будет большая нагрузка на перегенерацию access токенов. Мы сейчас до нее дойдем. И почему 60 минут они неделя. Это с точки зрения безопасности. Если злоумышленник завладеет этим access токеном, а вы об этом поздно узнаете, то у него будет час доступа в систему. Рефреш токен он уже не получит, но что-то в системе он сможет сделать и у него на это будет час. А скорее всего меньше часа, потому что он уже какое-то время просуществует access токен. JWT он не то чтобы про безопасность. Это просто способ авторизации. это сессии. Это не то чтобы прям супер безопасный способ авторизации. Если вам нужен супер безопасный способ авторизации, это OAuth 2. Он прям безопасен. Гораздо лучше, чем JSON Web токен. Дальше мы у билдера вызываем build, передаем ему claims и получаем собственно токен. Также мы генерим refresh токен. Это по сути UIT. Его генерирую я сам. Это UIT. И его я кладу в кэш. Refresh токен связан с юзер байцами. Юзером. U это у нас наш пользователь для которого мы генерим access токен. Это мы всю информацию кладем в кэш. Кэш в API сервисе. И опять же это не критичная информация. Даже если кэш пропадет пользователя просто разлагинит. Ничего больше не точнее пользователь не сможет воспользоваться refresh токеном. Его на самом деле и разлагинит тоже но refresh токеном он тоже воспользоваться не сможет. Это самое страшное что может произойти. И мы отдаем вот такую структуру в виде массива байт этот токен и refresh токен. Вот что делает метод generate access токен. Создание токен доступа. Также есть метод update refresh токен. Это когда пользователь присылает refresh токен. Точнее не пользователь а в запросе приходит refresh токен и он хочет свой refresh токен поменять на новую пару access токен и refresh токен. Соответственно когда к нам приходит структура RT структура RT состоит из одного единственного поля refresh токен. Пока что сделана структура для будущего расширения которое может быть. Приходит она мы ее удаляем сразу из кэша она к нам пришла мы ее сразу удаляем то есть мы этот refresh токен сразу удаляем из кэша а почему мы его удаляем потом получаем мы должны сначала получить да не хватает дефера а как это вообще работает я проверял оно работает дефер куда-то пропал наверное дефер пропал это странно и интересно одновременно или одновременно надо проверить эту историю окей да значит запускаем отложенное удаление refresh токен из кэша забираем пользователя из кэша получаем пользователя и если мы находим такого пользователя значит это refresh токен актуальный потому что мы всегда удаляем refresh токен при его получении да и следовательно если мы находим в кэше такой refresh токен пользователя по такому refresh токену значит он есть и мы для него генерием access токен повторно и отправляем пару токен и refresh токен то есть update refresh токен это по сути обмен refresh токена на новую пару access токен и refresh токен и refresh токен нужно чтобы это сделать собственно обменять чтобы не надо было веб сервису клиенту там android приложению ios приложению постоянно присылать данные пользователя там логин токен для авторизации а мы достаточно присылать refresh токен чтобы продлить сессию час прошел продлили ну и middleware middleware это история которая при получении запроса да она мы получаем запрос мы проверяем наличие хедера authorization там мы берем он состоит из bearer и hash и вот мы сплитим строчку значения заголовка authorization по слову bearer получаем заголовок авторизации получаем jwt токен и дальше мы создаем верифайер парсим токен и проверяем что это полученный токен вообще токен или не что-то иное если что-то идет не так мы отдаем 400 unauthorized 401 unauthorized то есть если что-то вдруг идет не так при проверке веб-токен json веб-токен получаем секрет создаем хмак верифайер тот самый да и парсим токен и проверяем что это оно если это оно и все ок мы забираем из токена claims парсим их в объект user claims и у нас есть готовый пользователь проверяем валидный ли он валидный ли эти claims а не испортился токен и если он валиден и не испортился мы обрабатываем запрос и в контекст мы кладем идентификатор пользователя по ключу user юид мы кладем в контекст и теперь мы вызываем уже обработку этого запроса с новым контекстом с новым контекстом в котором будет ключ юзер юид мы вызываем собственно метод хендлера и это просто работает это не очень сложный код это достаточно дешевые бесплатные сессии и достаточно дешевая авторизация не очень сложная по реализации едем дальше и теперь мы переходим к хендлерам и у нас есть в пакадже метрик хендлер значит все хендлеры я оборачиваю в структуру у меня есть type хендлер это структура и здесь компоненты которые нужны хендлеру в данном случае метрик хендлеру не нужно ничего он у меня лежит в пакадже то есть это переиспользуемый хендлер его можно использовать в любом другом проекте он никак не связан с бизнес логикой сервиса и хендлер состоит обычно из следующих компонентов это URL хендлера по которому до него можно достучаться и в данном случае это хендлер метрики herbit jifly сервис значит здесь API herbit у структуры есть метод register который регистрирует его в роутере да то есть в данном случае этот хендлер связан с HTTP роутером и в данном случае это Julian Schmidt поскольку я его везде использую меня это не сильно напрягает если вы берете этот хендлер и хотите использовать у себя но вы используете другой роутер вам придется поменять сигнатуру метода регистра мы его регистрируем в роутере используем выбираем метод передаем URL и метод хендлера herbit основной метод метрики да метрика заключается в чем если сервис жив по данному уру мы получим 204 кода ответа но контент если сервис не жив мы получим любой другой код 400 200 вообще не важно и это уже логика такая которую мы заложили в нашу метрику herbit изначально да то есть мы обращаемся herbit получаем 204 все если не 204 сервис мертв сервис считается мертвым и на самом деле есть такой паттерн что при микросервисной архитектуре когда у нас может быть много инстансов одного и того же сервиса хороший сервис мертвый сервис то есть если с сервисом что-то не так лучше его признать мертвым и обращаться к другим инстансам этого сервиса если он не единственный естественно ну и в микросервисной архитектуре вообще редко бывает такое чтобы какой-то сервис был единственным как минимум их два для отказа устойчивости и лучше признать его мертвым об этом зарепортить послать метрики куда-нибудь в центре власти там в инфлюкс в зависимости от того как вы собираете метрики и признать его мертвым и не обращаться к нему какое-то время какой-то тайм-аут и кстати когда у нас нам необходимо обратиться к какому-то сервису а их несколько и чтобы не обращаться к мертвым сервисам а вычеркивать их сразу из списка обращений Netflix создава такой паттерн на микро сервисный называется хистерикс 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 это реализация паттерна Circuit Breaker Circuit Breaker значит это сделано Netflix посмотрите очень очень удобно удобный паттерн хороший паттерн для микро сервисной архитектуры для микро сервисной архитектуры соответственно этот метод этот метод Heartbeat он принимает Response Writer и Request ну и в данном случае она просто отдает 204 соответственно мы создаем этот хендлер регистрируем вызываем метод Register передаем ему роутер все у нас хендлер зарегистрирован в роутере здесь же мы создаем сервисы юзер сервис в данном случае создаем AufHandler и передаем в него JWT Helper UserService Logger давайте посмотрим на AufHandler AufHandler это все что связано с авторизацией это получи Auf и SignUp два урва SignUp используется для регистрации новых пользователей Auf используется для авторизации и соответственно методы Auf с методом Post Auf с методом Put и SignUp с методом Post и видите оно все хендлеры обернуты в middleware и в данном случае если у вас множество middleware например сейчас вам покажу другой другой хендлер категорий видите у нас есть сам метод категории обернут в middleware апп и уже он обернут в JSON web токен middleware ну и соответственно их можно оборачивать как луковицу метод хендлера можно оборачивать сколько угодно в эти middleware и они будут работать по принципу по паттерну на самом деле они также будут работать по паттерну chains of responsibility это когда отработает первый middleware если он успешно отработал будет отрабатывать следующий middleware следующий следующий и в конце концов отработает наш метод хендлер и если один из middleware не отработает а что-то в нем пойдет не так например пользователь не авторизован или еще что-то пошло не так до следующего middleware код не дойдет до следующего middleware код дойдет только если в предыдущем middleware все хорошо Он отработал без ошибок и бизнес логика сработала без ошибок. Значит, хендлеры авторизации, в данном случае, который мы с вами рассматриваем, они находятся в папке internal-handlers-auf и здесь handler.go. Так, и давайте посмотрим на эти методы. Первый метод signup – это метод регистрации. Здесь хедер контент-тайпа, вычитываем из body объект DTO, Pattern Data Transfer Object. О нем я уже рассказывал в предыдущем видео LiveCoding, и сейчас хочу повторить. Значит, DTO – это структура, она у меня находится у клиента. Может быть, не очень правильно, может быть, надо бы зарефакторить. Пока не об этом. Значит, это структура с полями, которую я ожидаю из JSON. То есть, я ожидаю, что ко мне в signup прилетит JSON вот с этими полями – email, password, repeat password. И они обязательны, в данном случае, они должны быть. Соответственно, я вычитываю из body байты, преобразуя их в DTO, и это пользовательские данные. DTO создаются на каждое пользовательское действие. И вообще, DTO, Pattern направлен на то, чтобы взять пользовательские данные и передать их в бизнес-логику для обработки. Соответственно, структура создается на каждое пользовательское действие. В данном случае, это создание пользователя, обновление пользователя, вход и все. Ну, в данном случае, три DTO. Если будет еще какое-то действие пользователя, в котором там будет больше одного поля, оно также оформляется в виде структуры DTO. Также оно получается, ну, получаемого в хендлере, валидируемого в хендлере, и далее передаем в UserService, вызываем метод create и передаем наше DTO. Передаем наше DTO. Соответственно, получив DTO createUserDTO, мы вызываем UserService, метод create, отдаем контекст реквеста и DTO. Если все хорошо, мы создали пользователя, мы генерием для него AccessToken и отдаем AccessToken. Также в GoLang, как и в предыдущем видео было про Python, в GoLang такая же система ошибок. Видите, я здесь везде получаю error, то есть вот я от UserService получил, там от метода create какой-то error, и если он не null, я его прокидываю выше. Если он не null, я его прокидываю выше. Также от helper error, мне не важно, что за error, я его просто прокидываю выше. Давайте тогда про систему ошибок. Значит, в internal есть app.error с файлами error.go и middleware.go. В error.go есть кастомная ошибка, app.error, есть конструктор кастомной ошибки. Метод error, чтобы соблюсти дефолтный интерфейс error, GoLang, вот этот. Метод unwrap, который позволит нам из кастомной ошибки вытащить рутовую ошибку, да, ту, которую мы обернули в кастомную ошибку. И метод marshal, который просто маршалит мне мою ошибку, кастомную ошибку в массив байт и возвращает. Просто чтобы, где нужен маршалинг, чтобы не писать if error не равно null и так далее, да. Просто для удобства метод, да. И функции, которые генерят дефолтные ошибки, они созданы, на самом деле, ради того, чтобы просто нигде не хардкодить и нигде не думать о коде ошибок. Если у нас UnauthorizedError, это код ошибки NS503. Если это BadRequestError, это код ошибки NS502. И у нас есть какой-то DeveloperMessage для разработчика. OutMessage мы получаем на вход. Мы получаем на вход при вызове этой функции. Также есть SystemError. Это когда случилась какая-то системная ошибка. Как видите, он приватный. То есть его нельзя откуда-то вызвать. То есть он не приватный, он не экспортируемый, да. В GoLanguage нет модификаторов Private, Public, Protected, которые есть в Java, или нижнее подчеркивание, или два нижних подчеркивания, которые есть в Python. Здесь есть экспортируемые методы и переменные, и не экспортируемые, и экспортируемые. И зависит это от кейза, uppercase и lowercase первой буквы метода переменной. Если первая буква большая, это экспортируемый метод, экспортируемая переменная. Если первая буква маленькая, это не экспортируемая, которую нельзя вызвать извне. Можно вызвать только в рамках Packager. Только в рамках AppError можно использовать SystemError. APIError можно вызвать откуда угодно. Так же как и методы Error у структуры AppError. И AppError это ошибка вызова API. Ошибка вызова API. Сейчас мы когда перейдем к клиентам, мы до нее дойдем. Так же в AppError есть middleware. И здесь вся бизнес логика обработки ошибок. Зачем это нужно? Затем, чтобы в зависимости от ошибки, которая произошла, мы могли управлять HTTP статус кодом возврата. Потому что если у нас случилась кастомная ошибка, мы получили ошибку, мы вызвали наш хендлер, получили ошибку в результате Error не равно new. И если это кастомная ошибка, и если это ошибка Error not found, мы должны вернуть 404. Если же это другая какая-то ошибка, то это 400. Почему? Потому что других ошибок нет. А Error not found, это вот здесь в Error Go есть блок var, и здесь готовая ошибка. То есть она уже создана. И мы ее пробрасываем выше. Мы когда будем смотреть на клиента, на сервис, мы это увидим. А мы, кстати, да. Или в следующем сервисе мы это увидим. Не помню. И, соответственно, в этом блоке var указаны все ошибки, которые влияют на HTTP код ответа. Да? То есть, допустим, если у нас случается вот эта ошибка, да, Error this is, например. Вот такая, да. Здесь какой-то message, какой-то код, что-то здесь. Допустим, мы хотим сделать так, что если у нас случается эта ошибка, отдавать 500, я не знаю, 501. Есть 501. Так, посмотрим. Пишем здесь else if, или, или if, else if. Error this is. Error this is. То мы, допустим, должны вернуть 504. Ну, давайте вернем там 504. Все. Соответственно, как только у нас возникает потребность возвращать определенную ошибку, определенный статус код, мы для этого статус кода делаем определенную ошибку. И будем, и должны ее возвращать везде. Должны ее возвращать. Соответственно, когда мы вызовем handler, получим ошибку. Если это ошибка Error this is, то мы вернем 500, какой-то по четвертую. 504 код. Если же это не Error not found, и не это ошибка, мы вернем 400. Но при этом, если это кастомная ошибка. Если это кастомная ошибка. Если же это не кастомная ошибка, а какая-то системная, в результате маршалинга произошла ошибка, анмаршалинга, декода, еще чего-то, да, какая-то такая ситуация произошла. И это системная ошибка, которую мы не обрабатываем. то я отдаю 418 код ответа, оборачиваю эту системную ошибку в SystemError, в кастомную ошибку SystemError, и маршалю ее здесь. Делаю я это для того, чтобы получить поля Message SystemError, код ошибки NS501, то есть мы не знаем, что произошло. и DeveloperMessage, в нем будет стоковая ошибка, исходная, исходная ошибка. Почему 418 код? Потому что, ну, как обычно, 500, да, или что-то подобное. Но, если обычно GoLang, обычно любой HTTP сервис, он стоит за Nginx, за Nginx. И если с Nginx что-то не так, или в связи между Nginx и нашим приложением, что-то не так. Ну, приложение должно было создать сокет, Nginx ожидает сокет, сокета нет, приложение не запущено, мы обращаемся к нашему сервису, получаем пятисотку от Nginx. Вопрос, это пятисотка от Nginx, или пятисотка от нашего приложения? Непонятно. Если вам и не важно, то тогда и не важно. А мне важно. Зачастую я на этом строю бизнес-логику. И разное поведение. Поэтому, если же упал мой код, и ошибка в сервисе, то есть проблема в сервисе, то я отдаю 418 код. И тогда в следующий раз, если я обращусь к сервису и получу пятисотку, я точно знаю, что сервис лежит. Да, что сервис недоступен. И он недоступен не потому, что код упал, а потому что Nginx до него не достучался. Поэтому пятисоточка. И благодаря... Что я здесь поменял? Да. И благодаря такой системе ошибок, я могу не думать об ошибках, которые мне возвращаются в хендлер. Я их пробрасываю обратно. В middleware весь код написан, который подумает об ошибках, вернет правильный статус код и так далее. Но если же все хорошо, то на метод регистрации возвращаем 201 и токен. Метод авторизации, он поделен на два метода. На метод POST и на метод PUT. Метод POST нужен, чтобы получить SignInUserDTO, а именно email и пароль. Получить такого пользователя, да, по email и паролю. Сгенерить токен доступа и отдать токен. Это авторизация. Здесь, в принципе, все просто. Метод PUT нужен для того, чтобы обновить рефреш токен. То есть мы ожидаем структуру RT с рефреш токеном. И нам нужен JWT helper, где мы вызываем метод updateRefreshToken. И мы его уже посмотрели. И если все хорошо, то итогом авторизации или обмена рефреш токена или валидации email и пароля будет служить токен. Токен доступа и рефреш токен пара. В принципе, это все по AUF handler. Следующий хендлер. Следующие хендлеры это уже хендлеры доступа к функционалу сервиса. В нашем случае это категории, заметки и теги. То есть через API сервис можно получить категорию U или категории. Давайте посмотрим на категорию. Можно получить список категорий, можно создать категорию, можно частично обновить категорию и удалить категорию. И здесь везде проверяется, что userUid есть в контексте. Почему? Потому что оно закрыто. JWT middleware, точнее не закрыто, оно в хендлер категории. Все методы хендлера категории используют userUid. Поэтому оно использует JWT middleware, чтобы проверить, что пользователь авторизовался и имеет доступ к этим методам. Поэтому userUid должен быть в контексте. Если же userUid нет в контексте, мы возвращаем unauthorized error. И все. Без сообщения вообще. Ну не надо знать, что что-то идет не так. Мало ли это не доброжелатель пытается что-то сделать. Если же userUid есть, все, у нас есть категория сервис, который вызывает у которого есть метод getUserCategories, он ожидает userUid, мы получаем категории пользователя и отдаем их. Создание категории здесь, опять же, структура DTO создания категории. У категории должен быть name, userUid и parentUid. ParentUid не обязателен. Потому что видите здесь JSON omit empty. То есть если parentUid нету, то он не будет в результирующем JSON. Ему может не быть. Это на самом деле не валидация нифига. То есть вот это, то что здесь написано JSON omit empty, это не валидация этих данных. То есть даже если сюда пришлют без parentUid, все будет нормально. Даже если тут не будет написано omit empty, даже если сюда не пришлют userUid name или еще что-то, все равно все будет нормально дальше. Поэтому валидацию нужно делать и она уже внутри сервиса, внутри бизнес логики. Но мы получаем наше DTO, с этим туда дополнительно userUid, который мы вытащили из контекста, и у категории сервиса вызываем метод createCategory. Передаем туда DTO, контекст реквеста и в принципе все. Да. Зачем туда надо передавать контекст? Мы рассмотрим, когда будем рассматривать категории сервис или любой другой клиент. Они в принципе одинаковы, поэтому я думаю мы одним обойдемся. Да. У созданной категории есть Uid и мы этот Uid отдаем в поле Location. Да, то есть у нас есть в заголовке Location. В заголовке Location мы здесь берем категории с URL и категории Uid и отдаем вот так URL до созданной категории. Откуда можно вытащить ID, если это нужно. Метод частичного обновления примерно такой же. У нас есть категория Uid, он должен быть в query, в URL, потому что здесь якорь Uid. Мы его вытаскиваем, он там должен быть, UserEid должен быть, и какие-то данные, которые мы обновляем у категории. Да. Eid name, UserEid, ParentEid, ну в зависимости от того, что обновляется у категории, такие данные мы здесь и получим. И их просто отдаем в Update категории. В метод Update категории. Если все хорошо прошло, мы отдаем 204 no content, ну как бы в BODY отдавать нечего, поэтому отдавать нечего. В случае с Delete категории, я вручную создаю DTO, Uid я беру из query, параметров, UserEid из контекста, простой DTO из двух полей, и отдаю, и передаю его в метод Delete категории, категории Service. Далее у нас Node Service, это Node Handler. Это хендлеры по управлению заметками. И здесь они в принципе такие же, как и с категориями. То есть мы можем получить заметки, можем создать заметку, можем получить одну заметку. Да, там нельзя было получить, у категории нельзя получить одну категорию. Ну а зачем? У нас есть список категорий, и мы нажимая на категорию, нам нужно получить заметки категории. Сама категория нас, одна категория нас не очень интересует. А получить одну заметку, нам обязательно надо уметь. Вот. А частично обновить заметку и удалить заметку. И в принципе здесь все то же самое. У нас есть Create Node DTO, у нас есть Node Service, у него есть все те же самые методы, на создание, удаление, обновление, получение списков, и получение конкретной заметки. Вот. То есть здесь все то же самое, мы вытаскиваем юид заметки. Единственное, что мы здесь нигде не вытаскиваем юзер юид. Соответственно, потому что он нам не нужен. Потому что у нас заметки не принадлежат пользователю. У нас заметки принадлежат категории. А уже категория принадлежит пользователю. Поэтому в случае заметок нам не нужен пользователь. Совсем. Следующий хендлер это теги. Теги это теги. У всех, ну, заметку можно протегировать. Увы все те же. Единственное, что у тега идентификатор не юид, а id. Чтобы можно было получить пачку тегов через get-запрос передать массив интов. Массив интов. В видео про тег-сервис при разработке системы заметок у меня на канале. Я об этом отдельно рассказываю. Там показываю, как передается массив тегов. Сегодня, может быть, мы тоже это затронем. Не уверен. Здесь, в принципе, все опять то же самое. Мы вытаскиваем из рула параметр id, который ожидаем при получении одного тега. И единственное, что здесь дополнительно происходит, это конвертация строки в число. Потому что тег id это всегда число. И это такая дополнительная валидация. Если у меня этого не получилось сделать, я просто отправляю этот запрос обратно. Значит, в качестве id тега передали дичь. Какую-то дичь. Если все окно, то у меня есть тег-сервис. Со всеми нужными методами. И здесь вот как раз getManyTags. Здесь изрубаю, получаю айдишник. И этот айдишник является идентификаторами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, перечисленными через запятую. Вот примерно такой строкой эти идентификаторы и являются. Соответственно, я эксплитую. И в цикле каждый превращаю в циферку. И если хоть один из них не превратился в циферку, то, извините, bad request. Да, четырехсотая ошибка. Опять передали какую-то дичь. Опять передали какую-то дичь. Которую я не имею желания игру обрабатывать. Потому что, наверное, что-то идет не так. Поскольку такие уровни формируются обычно автоматически. А здесь кто-то что-то хочет получить вручную. Ну, и не надо. И спасибо. Да, и здесь getMany. Мы передаем massive and off и получаем список тегов. Если список тегов длины 0, то мы отдаем ошибку error not found. И это тот самый случай, когда мы отдаем error not found. А в middleware обработки ошибок мы видим error not found и отдаем 404 код. 404 код. Если же все ок, отдаем все теги. Метод создания тега. Здесь почему-то я провалидировал userEat. У меня создание тега. У тега есть пользователь почему-то. В данном случае. Надо посмотреть. Я уже забыл бизнес логику немножко. Может быть там действительно нужен пользователь. Вот. Соответственно здесь также создаем DTO. Также с этим userEat. Отдаем DTO в метод createTagService и все. С апдейтом то же самое. Также DTO, decode и вызов метода сервиса. Да. Когда мы создаем тег, мы отдаем 201. Если успешно создали тег из заголовок vacation. При обновлении мы отдаем просто 204. И DELETE такой же как обновление. Да. То есть мы получаем ID тега и удаляем тег по ID. И если мы успешно удалили, то 204. И на этом с хендлерами все. То есть у нас есть. Раз, два, три, четыре. Четыре. Четыре основных сервиса. UserService. Категории Service. NodeService. И TagService. И они все как раз разработаны. Они все есть по ссылке из описания на GitHub репозитории. Исходный код всех этих сервисов. Он есть. Там его можно посмотреть. Там его можно посмотреть. И давайте посмотрим сервис. Какой? Давайте UserService посмотрим. Значит, поскольку сервисов у меня много. На самом деле они по большей части все однотипные. Наверное рассмотрим один, чтобы не перегружать. Значит, сервис у меня состоит из base клиента. И давайте теперь посмотрим на этого base клиента. Значит, я создал REST папочку. Вот REST. Здесь API, Client и URL. 3 файла в Packager. Значит, Client. Здесь находится базовый клиент к любому RESTful сервису. Он состоит из URL, HTTP клиента, Mutex для многоподачной работы и логера. И у него есть самый главный метод sendRequest. Помимо sendRequest у него еще есть buildUrl. Ну и close, который закрывает наш клиент. Который закрывает нашего клиента. И давайте начнем с метода sendRequest. Здесь улучшим Mutex. Делаем отложенный unlock. Выставляем заголовки. И вызываем ему метод HTTP, DOO, метод DOO и передаем ему request. То есть на входе sendRequest мы имеем request. Который должен быть подготовлен заранее. Да, в начале. Далее мы создаем некую структуру API Response. Которая у нас находится как раз в API GO. Она состоит из полей из OK. Response, который не экспортируемый. И Error. А Error это структура API Error. На тот случай, если API вернул ошибку. Если вызов API вернул ошибку. Значит, по поводу API Response. Эта структура является оберткой над Response. И она частично повторяет его методы. То есть мы можем получить байди. Мы можем прочитать байди. Вычитать все байты. Мы получаем статус код и заголовок location. В данном случае используется метод делегирования. Делегат. Который делегирует изначальному Response. Значит, это вспомогательная структура по большому счету. То есть она упрощает чтение байди. Вызывая внутри себя defer. И она имеет такое вспомогательное поле из OK. Которое проставляет клиент. То есть если Response меньше двухсотки. Или больше четырехсотки. Из OK fails. Если же не попадает. То из OK true остается. И соответственно, если у нас плохой статус код. Плохой. Ну, в зависимости от бизнес логики. Но в моем случае это плохой статус код. В большинстве случаев это плохой статус код. То мы пытаемся вычитать из байди API Error. Структуру API Error. То есть мы хотим, чтобы там было поле Error. Поле Error Code. Поле Developer Message. Так здесь, по-моему, у нас поле не Error, а Message. Ну, то есть это имя. Имя в JSON, которое мы ожидаем. Оно может не совпадать с полем в структуре. То есть здесь мы можем написать что угодно. Соответственно, вычитав этот респонс. То есть даже если у нас произошла ошибка. Мы возвращаем API Response структуру в любом случае. И ошибка Neal. То есть в данном случае Error, который мы возвращаем. Это Error, что мы не смогли отправить запрос. У нас нет HTTP клиента. Или еще что-то системное, что что-то пошло не так. И этот Base Client, он используется в всех остальных клиентах ко всем сервисам. В структуре Client используется Base Client и ресурс, который нам нужен. Соответственно, при создании нового сервиса мы создаем структуру Client. Выставляем ресурс. Создаем Base Client. Создаем HTTP клиента. Выставляем дефолтный тайм-аут. Logger. Base URL. И возвращаем Interface User Service. В котором все те самые методы, которые нам и нужны. Получение пользователя по email и паролю. Получение пользователя по EVID. Создание, обновление и удаление. В самих методах ничего особенного нет. Здесь у нас Filter Options. Да. Что за структура Filter Options? В какой-то API можно фильтровать по полям. Или искать по определенным полям. Например, там имя поле равно 123. ID равно 123. Или еще какое-то другое поле той сущности, которую мы ищем. То есть, например, мы делаем Get API Users. E-mail равно test.mail.com То есть, мы ищем всех пользователей, у которых e-mail test.mail.com То есть, по полю. Но может быть же множественное значение. Например, мы хотим найти нескольких пользователей по нескольким e-mail. И тогда это будет выглядеть вот так вот. in test2.mail.org Ну и так далее. То есть, мы добавляем некий оператор in. И этот оператор может быть in. То есть, одно из этих значений. equal или not equal. То есть, эквивалентно или неэквивалентно. Равно или неравно. Потому что неравно мы же не можем здесь в HTTP URL написать неравно. Оно не поймет, что это параметр. Поэтому приходится писать, что нам нужно, допустим, все пользователи, у которых... Кроме того, у которого... Почта test.mail.com Соответственно, мы пишем mail not equal test.mail.com И мы получим всех пользователей, у которых... Почта не такая. И эти filterOptions, они за этим и нужны. И метод toStringVF, toStringWF, а я уже и не помню, почему WF. Почему-то WF. Он склеивает, по сути, значения. Добавляет оператора. И на выходе мы будем иметь нечто вот такое. Equal 1, равно 1, 2, 3 и на 1, 3, 4 и так далее. Соответственно, мы в случае получения пользователя по email и паролю, нам нужен определенный email и определенный пароль. Поэтому мы создаем подобные фильтры. Дальше вызываем метод buildURL. Метод buildURL позволяет взять ресурс, базовый URL, фильтры и все это склеить, получив итоговый полный URL. API, users, ID, если есть, http, example.com, slash API, slash users, знак вопроса, email равно чему-то, and password равно чему-то. Полный URL генерирует эту функцию. Достаточно удобно, чтобы везде не копипастить этот код. Дальше мы создаем request, указываем метод request, указываем URI. Здесь, кстати, можно использовать метод get, да, вот так вот. Почему-то я решил здесь написать get, потому что я это, по-моему, писал давно, не помню. Не помню, что здесь get, но лучше, естественно, использовать enam. Это enam, кстати? Это константа. Enam уже в GoLang нет. Enam константа из пакета HTTP. Метод get, URI и body new, да, ну, потому что body нету у get запроса. Что очевидно. Было бы странно, если бы у get запроса было бы body. Я бы удивился. Context timeout. Итак, а теперь возвращаемся к вопросу, зачем мы все время передаем R-контекст. Да? То есть, где у нас использование этого метода? Вот оно использование этого метода. Вот он request. Auf. И мы берем R-контекст. Для чего? Для того, чтобы, если вдруг произошла ситуация, что пользователь пытается авторизоваться, нажал кнопку, вбил имя, пароль, нажал кнопку авторизоваться и закрыв вкладку. Прекратил свой запрос. И тогда здесь запрос оборвется. Но мы уже успели вызвать вот этот метод get email and password. Get by email and password. То есть, мы его уже вызвали или мы запустили грутину какую-нибудь, да, которая это делает. И туда передали контекст. И пользователь нажал закрытие браузера, да, запрос прервался. То есть, он не дождался окончания запроса. Здесь прервалось. Метод уже вызван, на самом деле. Запрос все еще работает. И для того, чтобы по контексту этот запрос... Мы уже создали, допустим, запрос. Сделали send request. Внутри send request у нас вызвался do. И чтобы прервать нам этот запрос и не выполнять его, да, не выполнять дальше логику, не обрабатывать запрос. Пользователь закрыл вкладку, его не интересует результат обработки запроса. Мы его отменим. То есть, он отменится. Дальше код не пойдет. Это во-первых. А во-вторых, мы к реквесту контекста добавляем тайм-аут. Чтобы, если наш микросервис, который отвечает за пользователей, да, это пользователи? Да, пользователи. Микросервис, отвечающий за пользователей, например, он мертв. Или внезапно умер. Или он не отвечает. А тайм-аут почему-то на Nginx 180 секунд дефолтный так и остался. Ну, на Nginx по дефолту тайм-аут запроса 180 секунд. Чтобы пользователь за 180 секунд не ждал, мы делаем тайм-аут 5 секунд. То есть, если за 5 секунд микросервис пользователей не ответил нам, мы считаем, что не получилось обработать запрос. Если мы говорим про некое высоконагруженное приложение какое-то в продакшене с множеством инстансов и так далее, то здесь по-хорошему нужно повторить запрос, но уже к другому микросервису. И как раз таки в этот самый момент используется паттерн Hystrix, точнее паттерн Circuit Breaker. Чтобы тот микросервис, который нам не ответил, то есть упал, мы к нему больше не обращались в следующий раз. А сразу шли к тому, который работает. Да, но поскольку у нас здесь один единственный микросервис, мы приложение, на текущий момент данное приложение в данном контексте не готово к высоким нагрузкам, да, оно требует некой доработки в этом плане. У нас, если request послать не удалось, ну, не удалось, да, в данном случае не удалось. Или же здесь можно как раз не посылать запрос прям сразу другому микросервису, а сказать пользователю ошибка, попробуйте позже, пометить сервис как мертвый. И когда в следующий раз пользователь сделает такой же запрос, мы уже возьмем не тот микросервис, который мертвый, а другой из пула сервисов, которые нам доступны. Мы об этом подробно будем говорить в видео про консул, это все-таки относится к теме сервис дискаверинга. Далее, мы получаем response, это тот самый API response, который мы отдали в send request. И здесь логика простая, мы проверяем is ok, если request is ok, то мы пытаемся получить из body нашего пользователя. Да, видите, u, u в данном случае здесь указан, проинициализирован в начале метода. Но мы можем это удалить, на самом деле, и проинициализировать его здесь, да, проинициализировать его в выходных параметрах, вот так вот. То есть мы проинициализировали наши переменные выходных параметров, и внутри кода уже инициализировать не надо, golang за нас это сделает. И поэтому мы здесь можем обращаться к u, которая инициализирована в выходных параметрах. Клевая фича, клевая фича. Если же с респонсом что-то не так, да, с статус-кодом ответа что-то не так, то мы ожидаем API error. Мы ожидаем error code, message, developer message, и здесь вызываем ошибку API error. И возвращаем ее. В get by it, ну, плюс-минус все то же самое. Такой же request, u, re body, все то же самое. В create чуть по-другому, тут уже есть post. И здесь используется библиотека structs. Библиотека structs. Faith structs. Значит, что делает библиотека? Что делает библиотека? Библиотека принимает на вход DTO. Да, в данном случае createUserDTO. И превращает эту структуру в JSON. На самом деле в map. Она превращает ее в map. А дальше мы уже маршалим этот map, получаем в byte. То есть она делает, вызываем метод map, передаем туда DTO и получаем на выходе map. map string interface. Которую уже мы можем преобразовать в байты. Мы преобразовываем их в байты. И эти байты в виде буфера засовываем в request. С методом post. Здесь, кстати, тоже можно написать, использовать константу. В принципе, это единственное отличие. А, еще одно отличие, что если у нас удалось выполнить запрос, то мы ожидаем заголовок location. Мы парсим заголовок location, чтобы вытащить пользователя и вызываем метод получения пользователя, чтобы вернуть уже итоговую модель пользователя. То есть мы выполнили запрос. У нас есть response location. Мы ожидаем, что он у нас есть. Мы сплитим location по сушу. Получаем последний элемент сплита. И это должен быть юид сущности. User юид. И мы по этому юзеру юиду запрашиваем свой собственный метод, чтобы получить сущность пользователя. Это собственный метод, чтобы получить сущность пользователя. Ну и обрабатываем ее ошибку. Обрабатываем ошибку. В апдейте все то же самое, как в создании. Мы берем... Да, тут надо еще обратить внимание, что я пишу structs default tag name. По дефолту tag name structs. То есть чтобы без этой настройки работало, в той структуре, которую мы превращаем в map, нужно дописать отдельно что-то типа того. Да, например. Вот. То есть вот это указать текст structs, который ожидает эта библиотека. Но поскольку я уже прописал JSON, потому что я эти структуры превращаю в JSON, то зачем... Парсию JSON... Парсию... Боди вытаскиваю JSON и превращаю структуру. Декодом. Да, в хендлерах. То мне этот текст struct дополнительный не нужен. У меня уже есть JSON. Почему бы его и не использовать? А чтобы его использовать, надо заверайдить переменную в библиотеке. И мы ее выставляем в JSON. Дальше в патч... Дальше в метод патч. Здесь, кстати, тоже можно использовать константу. Тоже буфер с байтами нашей информации. Отправляем запрос, таймаут, да и все. И так выглядят все клиенты ко всем сервисам. То есть, если сейчас открыть тег сервис, то здесь такой же сервис, методы только разные. Да? Вся разница по сути в методах. А в остальном все то же самое. Мы билдим URL. Это метод получения одного тега. Создаем реквест, выставляем таймаут, отправляем реквест и анализируем респонс. Да? И если респонс из окей, мы вычитываем теги. Если респонс не окей, мы создаем ошибку. То есть, здесь по сути все то же самое. Все методы примерно одинаковые. Самое основное это является структурой, является структурой, это является интерфейс. Да? И вообще, ООП в Голлэнге, да? Немножко давайте поговорим про ООП в Голлэнге. Да? Нет классов. Да? В Голлэнге нет классов. Нет наследования как такового. Есть внедрение, да? Inception так называемый. Или... Ну да, внедрение. Как еще можно сказать? Inception. Наследования как такового нет. Да? И есть структуры, которые обычно делают неэкспортируемыми. И делают интерфейс для этой структуры. Интерфейс. То есть, по сути, это класс, а это интерфейс. Ну то есть, если вы пришли из джавы, питона, плюсов, си шарпа, то такое объяснение вам будет понятным. Да? Это интерфейс, а это класс. И чтобы этот класс реализовал этот интерфейс, достаточно реализовать все методы, которые объявлены в интерфейсе. Вот видите, они туда-сюда стрелочками гоняются. Да? Реализовать все методы. Как мы говорим, что этот метод принадлежит этой структуре? Вот в скобочках указываем, что c, ссылка на клиента и get1. Значит, у этой структуры есть такой метод get1. А это интерфейс. Ну и так далее. То есть, если мы хотя бы один метод удалим, у нас появляется проблема. Да. Причем, как максимально задетектить проблему? Есть вот такая подсказанка. Такая var. Она здесь нужна для того, чтобы сразу видеть, а соответствует вот этот интерфейс вот этой структуре. Предположим, я сейчас возьму и поменяю сигнатуру. ID с NTA на string. Все. Мы, у нас IDE перестало подсказывать, что это интерфейс относится к методу. И наша подсказка нам говорит, что есть проблема. Если подсказку убрать, если подсказку убрать, то здесь будет, да, здесь будет ругаться. Здесь будет ругаться. Но можно, не залезая в конструктор, по подсказке, вот по этому, по этой подсказке сразу увидеть проблему. Навести и посмотреть, что need method get1 context id int, а have method context id string. Вы такие, а, окей, извините, пожалуйста. Я ошибся. Без попутал. Да? Все. Меняем тип данных, и у нас снова все везде соответствует. И поскольку у нас есть интерфейс, он экспортируемый, нет смысла делать неэкспортируемый интерфейс. Ну, я, по крайней мере, на скидку не вижу. То структуру мы делаем неэкспортируемый. Да? А, зачем светить структуру? У нас есть интерфейс. Зачем давать прямой доступ к каким-то полям? И вот у меня видите, здесь ресурс экспортируемый. На самом деле смысла в этом нет никакого. Мы можем сделать ресурс неэкспортируемым. И, ну, понятно, здесь придется сейчас... Ну, ладно. Сделаем автозамену. Вот. Сделаем вот так, и все. Все. Мы сделали ресурс неэкспортируемым, и ничего страшного не произошло. Да? У нас все еще все работает. И все должно компилиться. Давайте посмотрим. Да, все компилиться, все запускается. То есть мы убрали, сделали ресурс неэкспортируемым. А зачем, если у нас вся структура неэкспортируемая? То есть можно с легкостью сделать вывод, что у неэкспортируемой структуры нет смысла делать экспортируемые поля. Ну, как было? Да? Логично. С другой стороны, логично звучит. Логично звучит. И еще. На примере хендлеров можно вот что... Вот к чему прийти. К тому, что в GoLang все достаточно... Ну, можно сказать best practice, что мы практически все оборачиваем в структуру, и весь функционал это методы этой структуры и инкапсуляции полиморфизм, если они вам нужны. Да? В случае хендлера он не очень нужен. Поэтому у меня нет интерфейса никакого. А зачем? Да? Может быть для читаемости, если только. Чтобы видеть сразу интерфейс и нужные хендлеры. Методы хендлера. Может быть. Не уверен. Но если у нас в случае там сторожа, когда может быть MongoDB, может быть Postgres и так далее, или разные микросервисы, или еще какая-то история, то мы делаем интерфейс. Да? Интерфейс и реализуем структуру. Делаем неэкспортируемый, делаем интерфейс и реализуем этот интерфейс. Да. Еще один момент. Возвращаемся в точку входа. И здесь у нас есть метод старт, который собственно и выбирает, как запускать приложение. По сокету или по айпишнику и порту. Если в конфиге сокет, то мы получаем директорию. Создаем путь до сокета. Директорию, где бинарник. Лежит голенга. Ну, не голенга, а нашего приложения. Создаем путь до апп сокет. То есть это файл, который будет представлять наш сокет. И запускаем listener. Создаем listener. Начинаем, запускаем метод listen из пакета netListen. Указываем, что это Unix и указываем путь до сокета. И тогда listener создаст этот сокет. Создает сокет с файл. Если же у нас listen.tcp, то мы указываем listen.tcp и должны указать IP-порт, на котором мы висим. И в принципе все. То есть не нужно там узнавать папку, создавать сокет. Просто listen.tcp. Далее создаем сервер. Куда мы должны запихнуть роутер наш. Хорошей практикой является прописывание таймаутов на чтение и запись. И далее запускаем грутину graceful. Она находится у меня в пакете shutdown. Пакет, shutdown, shutdown goal. И это плавное, мягкое завершение приложения. То есть если мы получим sigabord, sigquid, sigHub, sigterm или прерывание по операционной системе, у нас выполнится этот метод. Здесь что происходит? Здесь что происходит? Здесь этих айтемов. В данном случае он здесь один. Сервер. То есть если мы получим один из этих сигналов, мы у сервера вызовем метод close. Чтобы его закрыть. Сюда надо бы, по-хорошему, передать все клиенты ко всем сторожам, ко всем сервисам, все HTTP клиенты, чтобы их позакрывать. Таким образом правильно почистить память. Я не добрался до этого. Чтобы реализовать это. Может быть в одном из следующих каких-то видео я это сделаю. Обязательно и сниму об этом ролик. Ну и дальше мы запускаем обслуживание нашего сервера. Обслуживание нашего listener. И свитчем ошибку. Ну здесь. Код простой. Дефолтный. Ну так делают всегда. Почти везде. Да, в принципе на этом все. Нет еще один момент хотел бы сказать. Для меня это явилось откровением. Возможно вы более внимательно чем я читаете книжки по GoLang'у в конкретном случае. И для вас это не было откровением. Но для меня это было. Создаем функцию test. И создаем ошибку, которую OS P4R, например. И теперь возвращаем ее. Вот так. Error равно test. У нас ничего не упадет. Ничего не упадет. Логгер. Ну давайте после логгера это сделаем. Ладно, не будем это после логгера делать. fmt. println.error. if error равно null. Скажем, что error is null. return. Пусть там весь код сейчас офигеет. else error is not new вот так ну или обычно мы пишем так if error не равно new error is not new error is new да is not new fmt println вопрос вот сейчас поставьте видео на паузу значит что у нас произошло мы инициализировали переменную error path error с типом path error и вывернули то есть значение этой переменной new и дальше мы ее проверяем на new new ли она и если она new мы выведем в браузер в логерр из not new если она не new если же она new это условие не сработает мы выведем в лог error из new и продолжим исполнение да запустим наше приложение вот сейчас самое время поставить видео на паузу и ответить на вопрос что выведет на экран этот код error is not new и приложение не запустится или error is new и дальше будет приложение вот сейчас самое время поставьте на паузу и ответьте ответьте в комментариях как вы думаете ну и мы запустим и увидим что error is not new но после чего мы принтим error и она new все почему потому что оказывается это везде было написано но я почему то везде пролюбил в голлэнге нилом считается только та переменная у которой и значение нил как в данном случае и тип нил а у меня тип не нил у меня тип pointer на паузу и если мы войдем здесь в дебаг если мы войдем в дебаг то есть нас и дебаг тоже обманет что пошло не так у меня что-то сломалось у меня что-то сломалось почему-то x-t run не работал гребаные обновления да ну ладно в дебаге не покажу да да тут же нормально все с конфигурацией да с конфигурацией все хорошо просто basic x-run но это надо обновить developer tools ладно в общем в дебагере если вы у себя посмотрите в дебагере там будет значение переменной error нил а тип ее не нил и поэтому голлэнг считает что она не нил потому что у нее тип не нил и о чем это говорит о том что даже если вы инициализируете какую-то ошибку и у вас здесь какая-то бизнес логика и у вас нет ошибки возвращайте не ошибку а напрямую нил да да то есть здесь какая-то бизнес логика и у вас не случилось во время бизнес логики ошибки никакой то не возвращайте просто эрро возвращайте всегда прямолинейно нил и тогда у нас все запустилось эрро из нил потому что и значение нил и тип данных нил тип нил и это везде написано но когда я об этом узнал для меня это оказалось откровением честно говоря плохо читаю плохо читаю книжки плохо читаю статьи да для меня это явилось откровением да в принципе мы все разобрали спасибо за просмотр если понравилось видео поставьте лайк поддержите канал в следующий раз разберем другой голенг проект который уже будет общаться со сторожем с монгой может быть другим сторожем пишите в комментариях чего хотите увидеть какой проект хотите разобрать и спасибо за просмотр спасибо за просмотр Продолжение следует...